Днем 29 января грузинские СМИ стали выдвигать предположения о том, что премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили может подать в отставку. А вместо него пост главы правительства займет нынешний председатель парламента Иракли Кобахидзе. И вот к пяти вечера того же дня грузинский премьер созвал экстренный брифинг, на котором подтвердил, что складывает с себя полномочия. Новый премьер будет официально назван уже в этот четверг, 1 февраля, и с большой долей вероятности им может стать именно ранее упомянутый Кобахидзе. К слову, в грузинской мечте недавно приняли изменение, согласно которому кандидатуру главы правительства называет почетный председатель Бедзина Иванишвили. Если раньше Бедзина делал это неформальным путем, то теперь он наделил себя полномочиями принимать данное решение в правовом поле. Примечательно, что еще 30 декабря прошлого года Иванишвили говорил о том, что премьер-министр меняться не будет. Но то было месяц назад, так еще и в прошлом году. А в новом году, так сказать, надо начинать новую жизнь. Пока все идет к тому, что два Ираклия поменяются местами. Иракли Кобахидзе займет пост премьера, а Иракли Гарибашвили пост председателя парламента, который как раз для него и освободит Кобахидзе. В общем, проведут своего рода рокировочку. Принципиальных изменений в грузинскую политику это не принесет. По конституции Грузия является парламентской республикой, и де-юре главным человеком в стране считается премьер-министр. Но так оно де-юре. Де-факто же политическая система Грузии достаточно уникальна, и все ключевые решения принимает Бедзина Иванишвили. Продолжение следует... Человек, который до недавнего времени даже не занимал никаких официальных постов. Сейчас специально для него была создана должность почетного председателя, который имеет полномочия фактически назначать премьера. От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, и вне зависимости от того, кто занимает пост главы правительства, система грузинской политической власти от этого изменений не претерпевает. Вопрос в другом. А почему Иванишвили вдруг решил провести кадровые перестановки? На этот счет мы можем лишь теоретизировать. Я думаю, что, во-первых, это своего рода подготовка к предстоящим в этом году парламентским выборам. Гарибашвили был премьером на протяжении трех лет, и, чтобы как-то разнообразить облик партии, теперь вместо Иракли Гарибашвили перед общественностью в роли премьер-министра будет выступать Иракли Коба Хидзе. Во-вторых, ни для кого не секрет, что члены семьи Иракли Гарибашвили люди очень небедные. На эту тему было много всяких журналистских расследований, в том числе тех, в которых рассказывалось о коллекции наручных часов самого Гарибашвили. А Бедзина же в своем выступлении при возвращении в политику говорил, что вернулся в том числе для того, чтобы проконтролировать, чтобы ни у кого из людей в правительстве не возникло соблазна коррупции. Грузия страна небогатая, и многие люди здесь имеют совсем невысокие доходы. Возможно, политтехнологи мечты решили, что раз Бедзина Иванишвили вернулся с такими лозунгами, то богатство семьи премьер-министра станет раздражающим фактором для определенной части электората. В-третьих, принципиальный для Иванишвили вопрос – это вопрос подконтрольности и лояльности ему лично со стороны тех лиц, которых он продвигает на те или иные посты. На период премьерства Иракли Гарибашвили выпало два серьезных политических шага. Получение статуса кандидата в ЕС и углубленное развитие отношений с Китаем, что уже превращало Гарибашвили в фигуру достаточно значимую, во всяком случае в глазах как западных, так и китайских партнеров. Чтобы там Бедзина не нашептывал на ухо Гарибашвили, но лидеры стран проводят встречи не с Бедзиной, а с премьер-министром Грузии. Быть может, Бедзин Иванишвили решил, что в такой ситуации Иракли Гарибашвили может слегка забыться и перестать быть подконтрольным и лояльным. И чтобы не рисковать во избежание потенциальных разногласий, провел рокировочку, при которой Гарибашвили не обидится, ибо останется в системе власти. И ему на смену придет абсолютно лояльный Бедзин и человек в лице уже проверенного Иракли Кобахидзе. Для Гарибашвили это, кстати, было уже вторым премьерством в его жизни. Первый раз полномочия главы правительства он исполнял с 2013 по 2015 годы. Потому нельзя исключать, что, быть может, через несколько лет мы еще лицезреем третье пришествие премьера Гарибашвили. Кремлевские чиновники и рупоры устанавливают информационные условия для дестабилизации Молдовы. Об этом сообщает Институт изучения войны, он же ISW. По мнению военных аналитиков, это делается, чтобы предотвратить западную интеграцию Молдовы. Там же подмечено, что директор 2-го департамента СНГ МИДа РФ Алексей Полищук заявил в интервью кремлевскому изданию ТАСС, опубликованном 28 января, что Молдова начала уничтожать свои связи с СНГ, а также ходят слухи о том, что Молдова планирует и вовсе покинуть СНГ до конца 2024 года. Полищук сказал, что это решение не принесет Молдове пользы. Также, по его словам, урегулирование преднестровского вопроса в Молдове находится в глубоком кризисе, и что экономическое давление Молдовы на Приднестровье с начала этого года еще больше оттянуло любое решение. Полищук подметил, что Россия готова быть посредником и гарантом в урегулировании отношений Молдовы с Приднестровьем. В тот же день, то есть 28 января, вице-премьер-министр Молдовы Олег Серебрян заявил, что Молдова не вернется к переговорному процессу по Приднестровью в формате 5 плюс 2, пока война России в Украине не будет завершена. Внимание тут уделяется тому, что в свое время Россия также обвиняла Украину в том, что та отказалась от Минских соглашений, которые в основном заморозили конфликт после российского вторжения в 2014 году в преддверии полномасштабного вторжения в 2022 году. И Россия, возможно, устанавливает информационные условия, чтобы выдвинуть подобные претензии против Молдовы. Ранее ISW оценивал, что Кремль, вероятно, создает информационные условия для оправдания предстоящей российской агрессии в Молдове под видом защиты своих соотечественников за рубежом. Там же говорится, что Россия может попытаться оправдать свою агрессию или усилия по дестабилизации в Молдове, утверждая, что жители Приднестровья находятся в опасности из-за якобы отказа Молдовы от процесса урегулирования в Приднестровье. И ведь вплоть до 24 февраля 2022 года все эти нагнетаемые опасения о полномасштабном российском вторжении большинством людей воспринимались как достаточно притянутая за уши страшилка. Да, ни для кого не было секретом, что Россия порой устраивает локальную региональную войнушку, по итогам которой оккупирует часть территории того или иного государства, как это было с Абхазией и Цинвальским регионом в Грузии, Крымом и частью восточных регионов Украины, ну и с Приднестровьем в Молдове. Но чтобы русские заходили в столицу другой страны, дабы продиктовать свои условия руководству этой страны, таких попыток до 2022 года не было. А сейчас уже понятно, что такой сценарий не является чем-то из разряда фантастики. В последнее время, кстати, часто происходит нагнетание по теме того, что РФ может вторгнуться в страны Балтии. Однако, мне кажется, что Молдова в этом плане является для России куда более легкой жертвой. Балты — это страны-члены НАТО. Мы не знаем, насколько активно блок НАТО стал бы защищать своих партнеров по Альянсу в случае военного вторжения. Однако, пока что Россия не рискует это проверять и не лезет в те страны, которые находятся в зоне западного влияния. Зато мы знаем, что Россия готова очень далеко заходить, лишь бы не отпустить на запад те страны, которые она считает зонами своего влияния. А в этот перечень входят, в общем-то, практически все постсоветские государства, за исключением, опять же, Балтов, которые успели быстро отдалиться от РФ, вступить в ЕС и НАТО, да и в составе СССР они были меньше, чем остальные. В первую очередь мы это видим на примере Украины. Страшный, трагичный, ужасный пример того, насколько далеко Россия может зайти, чтобы диктовать условия стране, которую считает частью своей геополитической экосистемы. Грузии в этом плане повезло чуть больше. Грузия не так интересна России, как Украина, ибо Грузия маленькая, находится где-то на Кавказе, да и если украинцев русские считают то ли одним с собой народом, то ли братским народом, то грузины это, очевидно, другой народ. Однако Россия считает себя важным игроком на Южном Кавказе, хочет сохранить эту роль и сферу влияния, потому всячески препятствует и перспективе вступления Грузии в НАТО. Империя не хочет отпускать свои бывшие колонии. Да и сам Североатлантический Альянс не сказать, что стремится принимать такие страны, как Украину и Грузию, в свои ряды, в том числе потому, что они понимают, что это зона российского влияния, и так же, как РФ пока что, ключевое слово, пока что не лезет в зоны западного влияния, то есть находящиеся вблизи российской границы страны-члены НАТО, так же и Запад подыгрывает России, не принимая в Альянс те государства, над которыми РФ хочет иметь свое влияние. Вон, Швеция и Финляндия заявили о желании стать членами Альянса, и без особых проблем стали. И это при том, что Финляндия имеет сухопутную границу с Россией. Однако, со стороны российских властей особо громких возмущений по этому поводу не последовало. Почему? Да потому что Финляндия и до интеграции в Североатлантический Альянс уже давно не являлась зоной российского влияния. Соответственно, вопрос, будет ли Путин идти войной в страны Балтии, потенциально рискуя столкнуться с ответным ударом от всего блока НАТО. Исходя из тех военных кампаний против других стран, которые устраивал президент России, можно заметить, что обычно он старается проводить быстрые и легкие спецоперации. Так было в 2008 году в Грузии, так же было в 2014 году с Украиной. Да и в 2022 году он же шел на Киев, будучи полностью уверенным в том, что украинские власти даже отбиваться не станут, испугаются, поднимут белый флаг и будут готовы выполнить все его требования. В этой ситуации он, конечно, прогадал настолько, насколько это возможно. Оказалось, что у Украины есть силы на то, чтобы отбиваться и не быть легкой жертвой. Вот только Молдова это не Украина. Молдова по площади раза в два меньше, чем Грузия. Население в ней меньше, чем в Грузии. Да и то, что у Молдовы нет боеспособной армии, открыто признавала сама Майя Санду. Однако Молдова пока что сохраняет внеблоковый нейтральный статус. Да, президент Молдовы периодически поднимает тему того, что может быть когда-нибудь страна и пересмотрит вопрос о внеблоковом статусе по причине исходящих от России потенциальных рисков. А в Кремле, конечно же, наблюдают за тем, какие политические шаги совершают те страны, которые РФ не хочет отпускать, и действуют, исходя из того, насколько эти политические шаги соответствуют империалистическим интересам российского государства. В то же время для Молдовы эти послания российских чиновников сигнал того, что российский фактор никуда не делся и забывать об этом не стоит. С точки зрения несоразмерности сил, Молдова, конечно, идеальная жертва для российской агрессии. Ибо если в какой-то момент РФ решит ввести войска в Молдову, то не встретит практически никакого сопротивления, а на помощь маленькой стране никто не придет. То есть это и будет та самая быстрая, легкая спецоперация, которую так любит Владимир Путин. Вот только с какой целью сейчас Россия могла бы идти в Молдову. Окей, сейчас они завязли в Украине. Не сейчас, а после войны с Украиной, которая однажды все-таки закончится. Ввести войска в Молдову, чтобы что? Сказать, пусть Майя Санду уходит, ибо нам она не нравится, ну, уйдет Санду, проведут там выборы, пусть даже выберут какого-нибудь российского ставленника. А что изменится, если Молдова что при Санду, что без нее, как была внеблоковой стороной, так ею и остается? Да и где гарантия, что через какое-то время люди снова не выберут более проевропейски ориентированного кандидата? И что будет делать Путин? После каждых выборов приходить и делать СВО? Или требовать, чтобы в Молдове выборы отменили? Или чтобы на выборы пускали только лояльных Кремлю кандидатов? В общем, мне кажется, что для России принципиальным является вопрос НАТО. Евросоюз – это просто политический и экономический альянс. А вот военный блок и военная база на территории страны уже означает, что страна чисто физически уходит из-под российского влияния. А такого империи не любят. Империи, которые такое позволяют, просто перестают быть империями. А отказываться от империализма Россия пока что явно не планирует. Есть ли для Молдовы риски, исходящие от России? Если ты маленькая сторона, находящаяся недалеко от страны большой и агрессивной, то потенциальный риск есть всегда. Вопрос скорее в том, насколько успешно руководству страны удается эти риски нивелировать.